Только со второго захода квадрокоптер садится точно на руку. Пилотирует его 11-летний Глеб. За месяц занятий в аэрокванте школьник приручил дрон и с удовольствием демонстрирует нам трюки. Переворот. Сложно управлять? Ну не очень. Ну что вот самое сложное? Самое сложное это в маленьком помещении. Очень тяжело летать, потому что он отталкивается своим воздухом от пола и его несят в разные стороны. Точка роста. Федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профиля. В этом году такие технопарки появились на базе сельских школ Афанасовской и Красноключинской. Площадки открыты для ребят с 1 по 8 класс. В распоряжении малышей шахматная гостиная. Шахматы мне помогают в математике. Они развивают у меня логику и ум. Направлений у точки роста много. Аэроквант, геоквант, промышленный дизайн, основы моделирования, виртуальная реальность, ОБЖ. И робототехника, любимая как девчонками, так и мальчишками. Здесь интересно играть. Здесь полно роботов. Можно построить полно вещей. Можете сказать, это ваше любимое занятие? Да. Очень. У центра современное оборудование, профессиональные преподаватели. Занятия проходят два раза в неделю после основных уроков и носят характер дополнительного образования. В будущем, я думаю, это уже ведут в сам процесс обучения. То есть прямо на уроках, например, технологии. Дети будут вместо тесаков использовать 3D-принтеры и уже не стругать табуретки, а печатать табуретки. Вот такие планы. А заинтересованность видите в детях? Да, конечно, это все интересно. Это инновации. Это новые оборудования. Многое интересное. Ваши уроки не прогуливают? Нет, наши уроки не прогуливают. С февраля эту точку роста могут посещать школьники и дошкольники не только поселка Красный Ключ, но и города. Все занятия бесплатны, а расписание и дополнительную информацию можно будет узнать в приемной школе. Наталья Лошникова, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Рафаэр Акипов, Новости НТР. Рафаэр Акипов, Новости НТР.